Атаки сходу и вот на вашу. Какая расправила этого конкурса? Так, ну вот вы можете прочитать. Три тройки нападающих, один вратарь. У каждой по три попытки. Даниил Лопальков, Каспар Сдаугович, Дмитрий Когарлицкий за маты. Конкурс называется мощная таранда. Ну, собственно, не буду я зачитывать вам всех. Александр Халанов, я думаю, свою точку зрения выскажет отчет того, что главное. Потому что вот здесь это же уже не индивидуальные усилия. Это все-таки коллективный конкурс, да, Саша? Я, так сказать, да, с таким утверждением полностью согласен. Я скажу, что этот конкурс, который, ну, фактически единственный вратарский конкурс. Да, и здесь в первую очередь оценивается, конечно, надежность ротарей. Хотя, опять же, в игре ситуации три в ноль случаются исключительно редко. Но могу сказать, что для того, чтобы сохранить интригу в сегодняшнем матче, у Востока есть секретное оружие. А это именно тройка из Металлургского Металлурга, Мазякин-Зарипов, которые очень неплохо действуют вместе в регулярном чемпионате и забивают огромное количество голов. Такое сыгранное сочетание, которое может дать определенные преимущества команде Востока в этом конкурсе. Кто будет бросать? Третья тройка Мазякин-Ковар-Зарипов у Востока. Вот о том, говорил Александр Хаванов. Поехали, ребята. Ну, что ж. Алексей Мурыгин, ярославский локомотив, занимает свое место в воротах. И первая тройка выкатывает против него хоккеистов. Командой Востока галкипер Запада Алексей Мурыгин против Кирилла Капризова, Михаила Варнакова и Анатолия Голышева. Новокузнецкий Металлург, Казанский Акварс и Ехатеринбургский Автомобилист. Я добавлю, что это единственный конкурс на мастер-шоу, в котором, возможно, ничья. Первый их атака завершается сейвом галкипера Мурыгина. Заход на вторую атаку. Варнаков поставляет шайбу Капризову. Тот Варнаков бросок, и это мимо. И причем обе атаки завершал Михаил Варнаков. Насколько я понимаю, молодые играют на ветерана в этом конкурсе. Да, все три раза играют на ветерана. И все три раза Алексей Мурыгин демонстрирует свое мастерство. Алексей Мурыгин, который и в этом сезоне не раз демонстрирует свое мастерство. 13 сухарей у этого вратаря Ярославского Локомотива. Это, кстати, рекорд континентальной хоккейной лиги. 13 сухих матчей из 31 проведенного. Это вообще выдающиеся показатели новой рекордки. Теперь меняется командор ролями. Александр Салак появляется. Выехал, проехал через центр. Раскидал все шайбы так, чтобы спутать карты и настроение, видимо. За первых. И покатил в ворота. Он, скажем так, приручил. Приручил. Пророк был приручить две шайбы из трех, да? Для того, чтобы, то есть, потрогав шайбы, они уже должны возвращаться к вратарю. Но, правда, что касается людей, которые проводят сегодня этот замечательный праздник, они шайбы-то заменили, которые Салак потрогал. То есть, они его фарт отобрали. Посмотрим, Апальков в пустые ворота. Хасбурс даурейндж, Нила Апальков и Дмитрий Когарлицкий. Торпеда, Локомотив, Северсталь. Снова Апальков, Когарлицкий даурейндж. Асера, щиток галкипера в Новосибирской Сибири. Эту ситуацию разряжает. Но вот одну заброшенную шагу мы видели. И последний заход этой тройки на бросок. Апальков, Когарлицкий и Александр Шоев. Боряк! Но, тем не менее, удалось первой тройке команде Запада, по крайней мере, вывести свою команду вперед в этом соревновании. Что тоже немаловажно. Единственное шею вот такая осталось, да, которую Салак не потрогал. Она и фактически залетела в ворота. И вот как раз я хочу представить людей, которые проводят сегодняшний праздник на льду. Это Сергей Козлов, начальник департамента проведения соревнований континентальной хоккейной риги. И помогает ему Павел Макаров, начальник спортивного управления КХЛ. Ну а на очереди Лину Сумарку, Владимир Соботский, Найджел Доу. Ух, как резвили. Я не знаю, сколько мы еще увидим в этом конкурсе, но пока что этот, на мой вкус, самый самый. Правда, я думаю, здесь, в общем, конкуренция не очень большая. А красота это еще и большая. Это Соботка Умарку. Устретит и это Макшнон. Умарк исполнитель исключительно высокого уровня. Я так думаю, что мы посмотрим на него еще и на булитах. Но и здесь исполнился просто здорово. Да, три из трех. Вот эти люди вышли, чтобы побеждать. Три из трех. Линус Умарк, Салават Лилайев, Владимир Соботка, Авангард и Найджел Доу с Борис. Отличный результат, да. Я говорю, не позавидуюсь в этом конкурсе. Но с другой стороны, опять же, что можно сказать? Надеюсь, что в реальных хоккейных матчах они в такой ситуации просто не окажутся. Я думаю так, Алексей Мурыгин, наверное, себе примерно тоже и сказал. В реальном хоккее такой тройки против меня не выйдет. Слава Богу, они в разных командах. Нет, если это выйдет против Алексея Мурыгина в локомотиве, да, то здесь находится тренер локомотива, да, который, так сказать, Алексея Мурыгина в этой ситуации однозначно поддержит. А подотечным его не позавидуешь. Стефан Дакостом, это Элисон и Александр Радулов. Два представителя ЦСКА и один из Минского Динайо. Пока что два их захода на ворот Александра Салака. Без результатов. Последний заход Радулов. К синей линии. Дальше от Элисона за Косту Радулов. Элисон. Пусть и почти гол. Правда, вот эти вот сверхжелезяки, штанги перекладины, никогда не считаются за спор ворота. Это же не то, что за голевой дрожок в любом. Ну да, но и опять же, в этом соревновании определяется тройка победителей и братан победителей. Именно поэтому и возможно ничья. И сейчас вот как раз магнитокольская тройка, которую я сейчас рекламировал перед началом. Сергей Мазякин, Ян Коварш, Данис Зарипов. Три хоккеиста из магнитки. Против Алексея Мурыкина. Данис Зарипов завершал первую. Завершил ее броском щиток Алексея Мурыкина. Своевременно положенный на лед. Коварш, Мазякин, Зарипов. Ковар, Зарипов. Не хватило пространства людям. Они бы еще десяток передач сделали. Ну и предпоследовал внимание на то, что практически не меняются местами нападающие, проводя атаки. И Мазякин взлету. Все замечательно, вот только минус два. Таким образом, это разрекламировано по вполне понятным причинам Александром Халановым звено. Забросило ноль. И нам осталось увидеть последнюю петру. О да, красота. Если себя оценки за артистизм ставили, Саш, безусловно. Никита Гусев, Владимир Шипачев и Брэндон Козун. Еще пока что в конкурсе, где надо забрасывать. Ими завершится этот самый конкурс. Их противостояние против голкипера Сибири. Александра Салака. Козун. Козун, Шипачев и Гусев. Такая тройка. Еще две попытки у них. Ну да, здесь скорость Козуна-то не очень хороший помощник. Да, практически даже и не помощник. Здесь, кстати, сильный бросок Юрчины, может быть, был бы хорошим помощником, но он в этом конкурсе незаимный. И Вадим Шипачев, услышав Александра Хаванова, видимо, и поэтому и решился на бросок. Лизнула штангая шайба. И на этом конкурс завершился. Сейчас давайте посмотрим, каковы же его официальные итоги. Ну и пока мы смотрим самые-самые яркие моменты последней тройки, потому как она не была лучшей, но у нее тоже было так более или менее. Итак, ну я встал, что результаты. Лучшую тройку определить легко. Несложно, да. Да, это Умор, Саботка и Доус. Три из трех. Потому что здесь заплатили нам за рекламу. Итак, мы сейчас будем приезжать, я встал в центр, и попробуем замерить, измерить шум болельщиков. Денис, ноги, пожалуйста. Итак, уже счет три. Пайка, камера! Пайка! 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 Пайк! Пайка!